Так, меня слышно? Раз, раз, меня слышно? Алло, алло, алло? Раз, раз, раз. Кто-нибудь? Отлично. Тут написали, типа, посмотри, ну вот, Ренатус написал, посмотри на ютубе у Дэвид Джонса, там по лукам и с вордманам есть билды. Вот я хочу по поводу этого сказать, ну такое важное заявление. Значит, смотрите, вы все видели Асфила, кто не помнит, кто такой Асфил, это тот человек, который собрал нас всех в эту компанию, в которой мы сейчас играем, который знает о механике игры намного больше меня, вот прям намного больше меня он помнит и знает, и изучал все ссылки и документы, он очень много знает по игре в сравнении с тем, что знаю я. Он играл вместе с Дэвид Джонсом, он его пытался за собой потянуть, что типа, давай вместе играть, но Дэвид Джонс в тот момент пошел в Олоды онлайн играть. И также, ну то есть, Дэвид Джонс, он как бы такой, он у нас, ну он больше репортер, да, он как бы находит людей, которые помогают ему рассказать об билдах. Это я просто о нем, да, сказал. А вот Чугун, теперь про Чугуна поговорим. Асфил играл вместе с этим Чугуном, и Асфил был 79-го уровня, когда Чугун был 30-го. Он ему давал предметы, он ему рассказывал, как билды брать на Свордмана, он ему подсказывал всякое. И вот если вы зайдете, будете смотреть билд Чугуна, я как бы ничего не хочу сказать против него, в плане вот того, как он, какой он там человек, что он делает, я вообще не знаю, мне плевать, кто он такой. Я хочу сказать о том, что то, что он советует в своем видео, относительно Свордманов и Луков, это далеко от реальности. Он рекомендует взять 5 раз Свордману Баш, которым потом, он говорит тут же, то есть вот это одно с другим, да, он говорит взять 5 раз Свордману Баш, который, будучи Берсерком, ты навсегда забьешь и не будешь уже использовать. Спрашивается, зачем 5 поинтов тратить на это? То есть там, понимаете, вот мое мнение, что там идет такая дезинформация на пофиг. Я типа рассказываю то, что я думаю, может быть сработает, но оно сработает совсем на чуть-чуть. Это как бы немножко не тот уровень компетентности, которому можно доверять, в плане, я хочу, я хочу побеждать везде и всегда, я хочу быть наиболее близок к этому. Вот то есть взять Баш на 5, а потом его не использовать, потратив 5 очков, это немножко, это немножко не то. Но, это как бы, здесь понимаете, здесь можно сбрасывать скиллы, да, но это стоит денег, это стоит реальных денег. Но здесь нельзя сбрасывать статы, то есть статы можно сбросить только один раз. Обещали там что-то, может быть говорили, что мы будем предоставлять ресеты на эвентах. Там, что-то мне кто-то недавно тоже на стриме говорил, что скоро будет, ну там, вот, скоро, короче, будет первый раз, ну, через трейд можно будет передать свои, свои стат-ресеты. И вот давайте я вам сейчас кое-что покажу. Сейчас подождите секундочку, это просто вообще, это шикос, это победа, это, я не знаю, это, это просто победа силы света. Сейчас, секунду, я найду, где это у меня было. Так, так, вот, Toss Support. Я написал, ну, как бы, вот я пишу, да, там, 5 апреля, там, сервер, имя, ник, Steam аккаунт. Спасибо за подписку, кто там подписался, спасибо, Грандмастер. Вот, я написал, ну, я на ломаном английском, я с сути написал, что, привет, я хочу передать свой, сейчас, секунду, я проверю, чтобы меня там никто не убивал. На ломаном английском написал, привет, я хочу передать свой стат-ресет-скролл, или удалить его на моем первом персонаже, и передать его моему второму персонажу. Я не знал, что я не смогу передать этот предмет через Team Star Age, это, ну, типа, он антрадейбл, и я в натуре хочу сделать стат-ресет. Я 133 уровень, да, это, я еще тогда 133, и я хочу сбросить ресет вот прямо сейчас. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, если вы можете. Я слышал, что вы будете давать стат-ресет-скроллы на эвентах, это правда? Если да, пожалуйста, скажите мне, когда...